Удача. То есть, во-первых, в каком-то смысле нам повезло, что мы уже родились. Вот сколько нас здесь не есть, сколько нас вообще в мире не есть, мы просто об этом не думаем. Если подумать, то удивительно, что нам всем посчастливилось родиться. Это не такое простое занятие. Мало кто помнит, что ребенок также находится на грани смерти во время родов, как и мать. Ему тоже больно и страшно, и он тоже не понимает, что с ним происходит. Если мать ничего не меняет в своей жизни, кроме только выхода из нее живого человека, то он вообще меняет среду. Он как космонавт вообще в материнском животе. Вниз головой во тьме питается через пупок. Дышит, ест через пупок. И отправление надобности тоже происходит через ту же пуповину. Это вообще фантастика какая-то. Зачем писать фантастические романы, если уже есть такая фантастика? Нос закрыт, рот закрыт, глаза закрыты, все закрыто. Органы выделения закрыты, все, только пупок живет. Вниз головой в воде, в темноте. Девять месяцев, большой срок. Девять месяцев, большой срок. Человек, который посидит в одиночной камере девять месяцев, нормальным наружу не выйдет. А мы пережили это. Мы родились. Это страшно. Нам всем случилось. Добрый Бог нам это все из памяти стер. Эти архаичные слои памяти, они затерты. Потому что если бы мы это помнили, нам было очень трудно жить. Человеку часто надо забыть, например, то неприятное, что с ним было в жизни. Иначе жить невозможно. Нужно начать жизнь с чистого листа. Когда мы родились, жизнь началась с чистого листа. Нам Бог как бы стер эти файлы. Это опасные файлы, потому что это очень трудно. Потом, если бы мы помнили это все, не знаю, смогли бы мы, например, чем-то другим заниматься. Чем только размышлять, где я был и куда я вылез. А потом мы прожили сами юное сопливое детство, подростковым возрастом, юношество. Мандельштам пишет, как мы любим лицемерить, забываем без труда, что все мы в детстве ближе к смерти, чем наши зрелые года. То есть детская смертность была бичом всех народов во все времена до недавнего времени. Далеко не все выживали, кто родился, и первые смерти косили людей в раннем возрасте. Те, кто пережил детство, это были счастливчики. Кто дожил, например, до подросткового возраста, до 13, 14, 12 лет, это были уже счастливчики. А те, кто дожил дальше, это вообще было чудесно. Вот мы с вами эту меру прошли уже. Нам дано было зачаться, родиться, прожить через детство, потом пройти юность. Безумнейшая среда, безумнейшее время. В безумнейшее время, когда собирают, допустим, выпускные балы, последние звонки, часто я слышал эти глаголы из взрослых людей, они стоят, смотрят на выпускников и говорят им, мы смотрим сейчас на вас, наши Пети, Маши, Дани, Тани, и мы плачем от радости за вас. Перед вами распростирается великая, прекрасная жизнь. Вы такие красивые, маленькими, за руку с мамой вы вошли в эту школу 10 лет назад, там, или 11 лет назад. Вот, такие, смотрели на всех, как на динозавров, каких-то больших, огромных, старшеклассников. Ничего не понимали, у вас были большие банты, как бы вы были перепуганы. А вот теперь вы сами здоровые, красивые, молодые, все у вас впереди и так далее. Мы так вам завидуем, часто говорят взрослые. Мы так вам завидуем. И я, когда это слышу, у меня переворачивает все внутри. Значит, от двух моментов. Либо это великая фальшь, либо это великая глупость. Потому что человек, который дожил до зрелых лет, не имеет права заедать юношам и девушкам. Оценив, что такое юноша, что такое, значит, бурлящий, громокипящий кубок этого юного возраста, прожив уже это, оборачиваясь назад, спросите меня во сне, по побуждению сразу, ты хочешь быть опять молодым, там, лет 18 вернуть? Боже, что с ума сошли? Проживший возраст юности, нужно обернуться назад, и, Господи, слава тебе, все, все, все. Сюда я больше не сдох, как там Чацкий, там, последнего Нолохчацкого. Все, прощайте, значит, только я больше не буду молодым, слава Богу. Сколько там дуростей всяких, сколько там опасностей всяких. Кому можно завидовать? Никому. А мы завидуем молодым. Почему? Потому что он не ума не нажилет. Жизнь прожили, ума не нажили. То есть нам дано с вами было уже быть маленькими, потом быть повзрослением, потом прожить безумную юность, потом повзрослеть, успокоиться. А теперь нам дано, кстати, приближаться к старости. Это великий подарок, приближаться к старости. И нужно его оценить. Такой не очень приятный подарок, конечно. По первому внешности. На самом деле, как все остальное, так сказать, это тоже интересная вещь. То есть не всем тем, кто родился, дано постареть. Гораздо большим дано лечь в могилку раньше. Вот те выпускники 10 класса, которых в 41 году в июне месяце всех после сдачи государственных экзаменов, получения аттестата зрелости, всех забрали подчистую как одного на фронт, из которых почти никто не вернулся. Видите, это трагическая страница нашей истории. В 41 году все выпускники стали под ружье. Не только-только, значит, получили аттестат зрелости, значит, такой вот эти, только-только встречали рассвет, да, мечтали о будущем, кто из них будет летчиком, кто из них будет инженером, как их все на войну, и они почти все полегли как мясо. Пушечное мясо, ну что, что они, это же не солдаты, это просто пацаны. Вот, и мало кто из них вернулся. Если бы мы их спросили, как бы, значит, если бы была возможность, у нас диалога с ними только, хочешь постареть, да ну-ка дожить, так сказать, таблетки пить по утрам, со скрипом передвигаться по дому, там, воровушка кормить за окном. Он бы сказал, хочу, хочу, не хочу умирать молодым, не хочу в земле гнить, червя кормить. Я еще девушку не целовал, а меня уже сразила первая пуля в первом бою. Хочу постареть, постареть нужно хотеть тоже. А мы не хотим, мы хотим быть молодыми. Ну и, конечно, грешим, когда мы хотим быть молодыми, уже не молодые, мы грешим. Вот, и отсюда, так сказать, распадаются наши бедные браки, как бы, то есть из-за отсутствия серьезности. Параллельно я, так сказать, хочу вспомнить, хочу вспомнить эту самую интересную вещь из литературы, «Вино из одуванчика» в Рео Брэдбери, есть такой роман Рео Брэдбери. Это, кстати, попутно к вопросу, что можно читать вообще. Можно ли читать за пределами новозаветной литературы, там, что-то еще такого вот божественного. То, конечно, я думаю, что даже в целях апологетики, миссионерства, или в целях питания души жидкой кашей. Потому что не все же грызть твердую евангельскую пищу. Иногда нужно просто какой-то жидкой каши поесть. Вот надо есть в области литературы очень много такого вкусного и жидкого, такого необременительного для желудка. В частности, у Брэдбери есть такое наблюдение, в Венея Задуванчика. Там изображается у нас старушка, которая овдовела, у нее помер муж. Она была бездетна. Они очень любили друг друга, но были бездетны. И она, так сказать, имела такую привычку, она часто бывает у людей, хранить всякие мелкие напоминания о прожитой жизни. Например, билеты из кино. Она собирала, куда они ходили в кино, допустим. Или там, скажем, какие-то там чеки покупочные, например. Какую-нибудь там гребенку, которую он подарил, например. Или какие-то очки, которые у него сломались. Они там перевязали эту дужку. Она так и не работала. Она ведь не выкидывала, все хранила. У нее была коробка с теми древностями, для нее дорогими. Она открывала ее, в этом всем копошилась, плакала, вспоминала. Она жила этими воспоминаниями. И было очень больно жить в том городе, где они прожили, в небольшом американском городке. Она поменяла на другой, небольшой американский городок. Где, собственно, происходит действие романа Венея Задуванчика. И там она гуляет однажды там по парку. И малышня там бегает какая-то такая. Малышня уже школьного, раннего возраста. Проезжает девушка с лотком мороженого. Она говорит, дети, я хотел бы вам купить мороженое. Какое вы хотите? Ну, они так сгрудились вокруг нее. Говорят, я хочу такое, я хочу вишневое, я хочу ванильное. Она там покупает им по мороженому, у этой девушки разносчица. И говорит им, а я тоже, когда была маленькая, я тоже любила ванильное мороженое. Дети вдруг замолчали, насупились. И одна из девочек сказала, а нам в школе учительница сказала, что врать нельзя. Она говорит, я и не вру. Я когда маленькая была, такая, как вы, я тоже любила ванильное мороженое. Дети еще больше насупились. Она говорит, вы старая лгуния. Вы не были такая, как мы. Вы не могли быть такая, как мы. Вы всегда были старые. То есть дети быстро сообразили, что если она была такая, как они, то они будут такие, как она. Без всяких там логик разных. Это все в секунду. Как работает интуиция и мысль нормального человека. Не нужно ничего раскладывать, доказывать. Сразу понимается все. Дети вдруг поняли, что они встретились с катастрофой. Потому что для детей старики вечно существуют. Они вечно были старыми, не родились старыми. Папа вечно сильный, мама вечно красивая. Они были всегда. И я вечно маленький, меня все любят. Вот такое мировоззрение, не хитрое, такое обычного человека. И вдруг эта бабушка взорвала это мировоззрение. Они вдруг узнали, что все не так. Я была такая, как вы. И тоже любила ванильное мороженое. Она разрушила их внутренний мир. Дети начали кричать на нее, ты старая лгуния, уходи, забери свое мороженое. Мы видеть тебя не хотим. И так далее, и так далее. В общем, такая великая сцена такая, да. Которая на самом деле, как Брэдберри пишет в дневниках своих, потом он просто там о другом. Он говорит, я на каком-то этапе жизни понял, что старики это маленькие дети, на которых надели старое тело. Это тоже очень такая красивая мысль. То есть душа не соответствует физическому возрасту. У нее какой-то другой возраст. И мы там удивляемся себе в зеркале, мы удивляемся себе там где-то там еще, в антропометрических данных каких-то там и так далее. То есть нам странно это все, потому что внутри мы другие. Наше внутреннее самоощущение, оно как бы совершенно не срифмовано с окружающим миром и с тем, что люди думают о нас и тем, какими мы являемся наружу. Ну, видимо, здесь тоже есть. Это, конечно, хорошо отчасти. Отчасти хорошо в том смысле, что все мы дети, и евангельские слова вот эти «будьте как дети», они как бы должны быть близкие человеку. В плане там беззлобия, простоты, доверчивости к Богу и прочего. Но с другой стороны, здесь тоже, конечно, есть момент такой, то есть все-таки нужно как бы и соответствовать, допустим. То есть нельзя быть маленьким, например, если тебе там суждено было жениться, то уже маленьким быть нельзя. То есть хочешь, не хочешь, а тебе этого маленького внутреннего человека нужно превращать в мужчину, как бы через «не хочу». Так же и женщине там нельзя быть девочкой, уже родившей своих детей, как бы она должна через «не хочу» брать на себя эту тяжелейшую материнскую ответственность. И вот этот внутренний маленький человек пищит, как бы и стареет, пищит и взрослеет. Там где-то не происходит, а я говорю, что сейчас как бы мы живем в эпоху такого великого инфантилизма. Ну, как бы люди вроде старые, на самом деле как дети, молодые. Все им хочется побесноваться, поплясать, подурачиться, похохотать, понимаешь, такое, все им не хочется о серьезных вещах думать, все хочется как бы чепухой какой-то заниматься. Такое детство такое. И все им кажется, что кто-то должен, что-то им должен. К маленькому ребенку. Вечно же должны что-то. Он не переживает ни о чем. Говорит, мама сделает, папа купит. И так вот взрослый человек тоже должен, вечно так сказать, ну, как, ну, там, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, как бы, и бесплатно покажет кино. Ну, есть такая у человека. Вера такая. Мы попали в безвыходную ситуацию, у нас есть два варианта выбраться. Один реальный, другой нереальный. С какого начинать? Начинайте с реального. Прилетят инопланетяне, нас спасут. То есть, как бы, в таких вот фантазиях мы, собственно, и пребываем с вами, невзирая на прожитую жизнь, на прожитую жизнь, на опыт и на прочее. Что можно ждать с такого человека? Все, что мы перечисляем по части добродетелей, по части добродетелей, это верность, мужество, воздержание, терпение, рассудительность, это то, что древние еще определили, как добродетель. Древние римляне, древние китайцы, древние греки, воздержанным будь, с нисходительным чужим ошибкам будь, мужественным в беде будь, бесстрашным будь, так далее, так далее, будь. В этом всем есть очень право, большая. Потому что Евангелие тоже об этом говорит. Правда, со своим особым евангельским смыслом. То есть, эти все добродетели, это добродетели взрослого человека, а не ребенка. У ребенка нет добрых дел, между прочим. Еврейские раввины, рассуждая о добродетелях, они вынесли такую сентенцию, что у детей нет добродетелей. Ребенок, он безответен, его ни судить, ни награждать, ни за что, до какого-то возраста. На моменте перелома, перехода в взрослый возраст, он ответственный за свои дела. Его можно уже казнить, наказывать, миловать, награждать. Но до какого-то времени у него нет добрых дел. Он просто милый и маленький. Если наш внутренний человек будет таким милым, маленьким, безответным, туда, ну куда, какой верности можно ждать от такого инфантила? Какой можно ждать, скажем, терпения, ответственности, мужества от маленького ребенка? Мы же не даем маленькому ребенку порулить, например, штурвалом пассажирского лайнера. Это не игрушка, извиняюсь, это жизни человечества. И так далее. Поэтому, серьезная задача стоит для всего нашего человечества, хочешь не хочешь внутренне повзрослеть. Вобрать в себя набор вещей, которые требуются от взрослого человека. Это ответственность, верность, это все входит в наш набор того, чего нам не хватает. И прочее. Так что, отсюда, собственно, наши эти проблемы. К тому же, смотрите, человечеству свойственно ждать от старости, еще особенных плодов. Человечество вправе смотреть на стариков с надеждой и ожидать их чего-то. От молодых ожидают мускульной силы, например, отчаянной храбрости. Но от молодых, например, они ждут научных открытий. Их ждут от серьезных взрослых людей. А от стариков ждут уже не научных открытий, не мускульной активности. От них ждут мудрости. Это должен быть, это живая книга, должен быть живой носитель опыта. Я так представляю себе. И этого вообще у нас нет. Вообще нет. Как там в книге Иова пишется, например, возникает какой-то вопрос, и там никто говорит, мы люди вчерашние, говорят там одни из друзей Иова, которые пришли с ним там спорить, его утешать, а потом стали с ним спорить. Мы люди вчерашние, мы ничего не знаем. Пойди, спроси у древних. То есть нужно так дожить до старости, чтобы уметь сказать что-то молодому. А когда жизнь прошла за спиной, как бы впереди ты вообще ничего не знаешь, как бы, и туда-туда вообще когда-то получается какая-то катастрофа, такая ясно, что ждать от таких людей. Ну что от них ждать, собственно, от этого общества, от этого народа, вот от всего этого такого. Так что, друзья мои, с точки зрения вот этого вот постепенного вхождения в старость, конечно, нужно сопротивляться ей без греха. то есть люди начинают следить за собой каким-то образом, там, не знаю, там меньше есть, там изображают какие-то смешные физические упражнения, вот, как-то поддерживать свое здоровье, значит, такое, слава богу, пусть они это делают, это очень хорошая вещь. In corpora sana men sana, то есть в здоровом теле здоровый дух. Вот. Лишь бы только, значит, не уродовать себя пластическими операциями, это бы, значит, и не издеваться над собой при помощи попытки превратить себя опять в юношу или девушку. Как это там в золотом петушке, я помню, там три раза перекрестился, бух котел и там сварился. Коня Горбонов. Да, да, Коня Горбонов, прошу прощения. Коня Горбонов. Коня Горбонов.